Добрый день, Виктор, добрый день, Елена. Мы с вами общаемся в такое время, когда, наверное, у каждого первого есть фотоаппарат. И это некий фотобум. Все хотят быть фотографами, фотографируют. Как вы относитесь к этому? Да, мы, наверное, относимся к этому совершенно спокойно, потому что эта цивилизация, она идет своими путями, и поэтому все только увеличивается, увеличивается и наращивается. Но это никак не влияет на искусство фотографии. Просто люди делают фотографии на память и собирают свой архив. Если раньше этот архив был очень маленький, семейный, сравнительно небольшой, то теперь он насчитывает несколько тысяч фотографий. Но ведь многие называют себя фотохудожниками, фотографами профессиональными. А на самом деле, может быть, ими не являясь? Есть такое? Да, бывает и так, что люди называют себя фотохудожниками, но на самом деле это не является. Но существуют определенные критерии, которые позволяют это понять. То есть находятся ли работы автора в крупных художественных музеях мировых, написаны ли о нем статьи, находятся ли работы в коллекциях, сколько выставок у автора и что это за выставки. То есть искусство должно быть только признанным, чтобы быть искусством? Если я фотографирую, но мои работы не вывешены в музее... А признана кем? То есть на сегодня это довольно сложная ситуация. Если говорить о различных направлениях фотографий, то там количество слоев разных направлений совершенно. Вот Елена на эту тему может говорить. И они даже между собой конфликтуют. Эти направления. Одни говорят, мы больше искусства, другие нет. То же самое происходит в живописи. Возникло современное искусство живописи, и живопись академическая очень сильно конфликтует. Я слышал, что искусством считается то, что признают искусством два человека, кроме автора. Есть такое признание? Я думаю, что нет, конечно. Я думаю, что искусство определяют именно специалисты в области искусства. Хорошо. А вот те же самые специалисты, я слышал, говорят, что Краснодар — это третья фотостолица в России после Питера и Москвы. Это так или нет? Да. Да, это так. Потому что у нас проходит международный фестиваль фотовиза. И здесь находятся, я бы сказала, два крупных объединения. Это «Наша» и «Вивафото», которые являются устроителями фестиваля, которые активно работают с фестивалем. И они являются представителями документальной фотографии, очень хорошей документальной фотографии. И поэтому, имея таких как бы два крупных объединения, фестиваль базируется на них и привозит сюда фотографов со всего мира. Плюс наши авторы краснодарские выходят на очень крупные мировые сцены со своими работами. Вот вы сейчас видите выставку Лины Саенко. И выставка Лины Саенко, она другая выставка, выставлялась на международном фестивале в Лодзе. И она вошла в число 12 финалистов. Хорошо. А с появлением вот такой галереи и школы, ну, школу-то вы давно ведете, но, в общем-то, уже в новом помещении, да, и на новом уровне, я бы сказал. Может ли быть так, что Краснодар превысит уровень Петербурга и, может быть, Москвы по фото? Про нас говорят, как про краснодарскую школу. То есть определенное направление, взгляды, позиции, вид направлений, который занимает фотографии местных авторов. Кстати, вот интересно. А питерские авторы, они более черно-белые. Вот я и хочу понять, а в чем особенность краснодарской школы фотографий? Особенность краснодарской школы, наверное, она более колористически яркая школа. У нее очень широкий спектр, как это отметили кураторы или арт-критики, которые приезжали с Запада и смотрели выставки наших студентов или наших молодых фотографов. Они говорят, что мы более свободны. Кубанцы пышут красками. Не только красками, но и темами и возможными форматами фотографии. Потому что на сегодняшний день в фотографии присутствует много форматов. В арт-фотографии мы говорим именно о арт-фотографии. То есть не один формат, а сразу несколько. И мы не боимся работать с разными форматами. А вы в своей школе учите, скажем так, технической стороне? Или вы больше учите идеям, рождению? Больше учим идеям, рождением. Мы больше учим понять, какая фотография есть в мире. На сегодняшний день в мире существует несколько направлений в арт-фотографии. Скажем, есть такое направление, как фотоэссе, где языком является документальный язык. Хотя фотография может казаться именно такой реальной, но этот документальный язык может быть постановочным. Есть форматы концептуальной фотографии. Есть калаш. На сегодняшний день в моду очень сильно в мире входят фотографии калаш. Ну, вот ту, где мы сейчас находимся. Есть фототерапия, есть фотодневник. Фототерапия, то есть лечение фотографии? Нет, не совсем. Это более сложное понятие, в котором человек делает какой-то проект, фотопроект, при помощи которого, работая с кем-то, он позволяет этому человеку легче пережить это событие. И сам легче его переживает. Лена Саенко по-своему свой проект, который выставляет здесь, в галерее, называет фототерапией. Потому что она молодой автор, и у нее маленький ребенок, и автор, у которого очень сильный потенциал, хочет работать. Но когда он повязан по рукам и ногам маленьким ребенком, работать достаточно сложно. И она, конечно, снимает то, что окружает ее вокруг, даже свое раздражение. Разбросанные вещи, грязную посуду. И из этого, что называется, человек, из того, что ее окружает, делает собственный проект. А вот что у вас сейчас на моменте выхода творческого, ваши проекты, какие скоро мы увидим? В марте месяце в рамках фестиваля «Может», которые проводит группировка ZIP, мы выставим наш проект на руинах империи. Он будет включать в себя фотографический проект, снятый в Кронштадте, и четыре видеоарта. Хорошо. Вот я фотограф, например. Я фотографирую, считаю, что у меня хорошие, интересные работы. И я знаю, что ваши работы котируются на мировом уровне. Я прихожу к вам, и вы помогаете мне выйти на этот уровень. Так? Да. Фактически так. Ну вот завтра, скажем, будет бесплатное портфолио-ревью здесь, в этом центре. И где-то часов с 11 утра и почти, наверное, до 6 вечера я буду принимать людей, которые будут переносить свои портфолио. И я буду смотреть и объяснять, подходит ли его работа под выставочный проект, и можно ли ее отправлять на какой-то международный фестиваль. Хорошо. Ну а если коротко сформулировать, что нужно для того, чтобы выйти на этот уровень? Здесь иногда бывает заблуждение у автора, что у него хорошие фотографии. То есть можно говорить про ряд краснодарских авторов, которые успешны в коммерческой фотографии у нас, в свадебной фотографии, в фэшн-рекламной фотографии. Ну, в рекламной фотографии. Они хотят выставляться в Москве, они едут туда и вдруг слышат, вам надо учиться. То есть они коммерчески успешны. А вот в выставочном пространстве тот текст, который они создают, он банален и неинтересен. И, возможно, вот мы больше показываем и говорим о том, какой текст визуально сегодня современным является. То есть у нас большое количество фотографов снимает прекрасно пейзажи. Пейзажи прекрасны, да, с состоянием, настроением. Но это вчерашний текст. То есть искусство на месте не стоит. Произошло серьезное его изменение. А что главное? Идея, которую ты вкладываешь? На сегодняшний день, да, очень важна идея, которую ты вкладываешь. И уметь идею вложить. Тогда мне интересно, вот у вас у каждого проекта, вашего фотопроекта, инсталляции, своя тема. Но, как мне кажется, есть некая объединяющая идея всех этих проектов, то, что вы хотели бы донести своим творчеством. Изначально для нас была очень интересная гендерная тема. И мы с ней сделали фактически три проекта. Очень успешных проекта, которые хорошо выставлялись. Один вообще постоянно как бы на Западе выставлялся и публиковался. Ну, гендерные проекты были посвящены тому, что такое женщина и место женщины в этом мире. Существует ли женский язык? Потому что мы много занимались философией, именно современной философией. Нам было интересно, как бы существует он, провести такой эксперимент. А потом уже как бы нас интересовали после 90-х годов, 2000-х, более такие сложные социальные вопросы. Тот же проект «Золотая осень» — это такая уже environment, называется, в пространстве, которое мы задокументировали. То есть мы приехали в заброшенный поселок, нефтяной в горах, и обшили его золотом сами, золотыми листами такими. Не весь, но очень много колодец. И все это нам казалось очень похожим на то, что происходит в стране. Потому что даже сама идея проекта родилась, когда мы ехали с московского фотобиеннала международного в поезде. Я видела окраины Москвы. И все это напоминало, знаете, как бы развалившиеся дома, прикрытые сверху турецкой плиткой. Внутри как бы все сгнило, все как бы умерло, люди фактически ушли. Но это обшивается чем-то парадным, блестящим, но на самом деле не ценностным. И вот то, что мы обшили этот поселок золотом, это было как бы некое фальшивое золото. Некая метафора того, что наша страна находится в таком состоянии перехода. Когда одна идеология ушла, и ушла со всем, со всей своей структурой, экономической, культурной, любой. И сверху просто приоделась нарядно. До сих пор мы в этом состоянии находимся, вы считаете? По-своему да. Хорошо, тогда последний мой вопрос связан именно с гендерными вопросами, которыми вы занимались с самого начала. Вы действительно исследовали эту тему, это видно по вашим работам. И вы же не просто напарники, вы еще и пара. Мы с вами говорим во время, близко к 14 февраля. Как бы мы не относились к этому празднику, но он есть, и многие приняли этот праздник в России. Какой главный вывод в этом исследовании отношений полов, места женщины, мужчины вы сделали для себя? Вы знаете, у нас было три проекта, и в каждом проекте был свой вывод. Но завершающим проектом был проект «Леди Босс», в котором мы поняли, что наша женщина достигла многого, но она очень боится не понравиться мужчине с тем, что она достигла многого. Но это не касается нашей пары, которая вот сколько мы работаем, столько вместе. Я хочу сказать, что в нашей паре как раз вот и существует такой паритет уже очень много лет, и в которой нет ни унижения, ни оскорбления, а есть такой вот очень грамотный паритет. Я понял, что человек должен быть более смелым, решительным и не бояться трогать запретных тем. При этом он развивается. Это все равно, что хирург, который не будет изучать, почему человек умирает, и пытаться его лечить. Но так же и художник, это тоже своеобразный... Когда мы создаем текст, он же в обществе оказывается. Значит, он становится для общества чем-то размышлением, какой-то точкой отсчета, знакомством с чем-то. И, ну вот, пытаться запретить какие-то тексты, не показывать, я считаю, это несовременно. Спасибо вам огромное. Желаю творческих успехов не только вам, но и вашим ученикам, тем, кто будет здесь учиться и выставлять свои работы. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что вот появление таких частных галерей, возможность более демократической ситуации, показа тех текстов, которые в официальных каких-то местах невозможны. Вот это здорово.